приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы как говорится по колбасе все любят сардельки с кетчупом и с горчичкой а мы сегодня предложим об рецепт там где кетчуп и горчичка будет уже внутри сарделек при приготовлении сарделек с кетчупом и с горчицей ни одна сарделька не пострадает нам понадобится кетчуп и горчица готовить будем из килограмма жирной свинины для приготовления также нам понадобится аспик это такой специальный колбасный желатин смесь нитритной и поваренной соли в соотношении 9 грамм нитритной соли содержанием нитрита натрия 0 6 процентов и 9 грамм поваренной соли сахар белый перец и мускатный орех также понадобится оболочка для сарделек мы будем использовать данном случае коллагеновую оболочку и понадобится шпагат для перевязки все это можно приобрести в интернет-магазине аромат дерево по промокоду канал даниила и ларисы можно получить скидку на любой заказ в размере 5 процентов и так поехали в первую очередь проведем засолку мяса засолку можно делать клуб в крупном фарше либо в кусках ну так как из-за такого количества мяса мне откровенно лень пачкать мясорубку то засолим мясо в кусках потому что мыть ее дольше чем перекручивать нужное количество мяса добавляем посолочную смесь сахар хорошенько перемешиваем и начинаем засолку мяса внимание друзья мясо каждый кусочек мяса должен получить свою порцию посолочной смеси иначе на срезе готовых колбасок у вас могут быть некрасивые потемнения поэтому вот так вот солим тщательно и все это дело вымешиваем далее хорошенько утрамбовываем наши мясные кусочки для того чтобы вовнутрь ну как можно меньше туда воздуха чтобы проникало закрываем крышкой и отправляем холодильник при температуре 4 градуса засолка будет продолжаться в течение суток подготовленные порции аспика заливаем водичкой комнатной температуры хорошенько перемешиваем и отправляем микроволновку секунд на 15 на 20 чтобы он нагрелся но не закипел перемешать надо так чтобы здесь не было комочков далее разогретый аспик вводим в горчицу и хорошенько перемешиваем чтобы получилось совершенно однородная масса проведем с кетчупом после этого вот эти вот прям прям в этих посудинках отправляем наши заготовки для для наполнения царделек холодильник и оставляем на несколько часов но в нашем случае это не будет и несколько часов они проведут в холодильнике до завтрашнего утра пока будет засаливаться мясо на следующий день можем приступить к активной фазе приготовления подготовим наши наполнители нарезать их надо кубиками как мы обычно нарезаем шпик для колбасных изделий из режется вам ну такая очень стабильная субстанция скажем так вот таким вот образ образом кубиками где-то 5-6 миллиметров все это дело нарезаем точно также нарежем горчичку сразу же после нарезки отправляем наши кубики в морозилку для того чтобы они при комнатной температуре не потеряли своей упругости были реально вот желейная горчица такой прикол даже я думаю что для сарделек 5 миллиметров будет крупно наверное давайте миллиметра по 4 вот так вот помельче помельчим их далее приступим к обработке мясного сырья мясо у нас засаливалась в холодильнике при температуре 3-4 градуса где-то за полчаса мы его поместили в морозильник для того чтобы она подохладилась ведь в процессе приготовления фарша эмульсии нам категорически нельзя чтобы температура поднялась выше 8-9 градусов то есть нам надо иметь охлажденное сырье и перерабатываем его на мясорубке с решеткой с минимальным диаметром отверстия которое у вас есть вот у меня в частности отверстия решетки 3 миллиметра далее приготовим из фарша эмульсию я буду использовать кутер вот такой вот полупрофессиональный если у вас нету такого кутера то подойдет вот такой вот обычный от кухонного комбайна перемещаем все мясо кутер подготовим наши специи и подготовим ледяную воду если вы хотите застраховаться и готовить с фосфатами в это же время во время кутирования можно внести фарш фосфаты вносим фарш подготовленные специи и начинаем процесс кутирования сам процесс кутирования должен занять несколько минут и в результате мы должны получить эмульсию я вам покажу результат начинаем на медленной скорости путировать и добавляем в ледяную воду из расчета если бы с фосфатом 80-100 миллилитров ледяной водой в результате кутирования получаем вот такую вот эмульсию смотрите она такая должна получиться как резиновая сейчас достану она даже сваливается с лопатки то есть вот такая вот как жвачка скажем так перемещаем а кстати замеряем на этом этапе температуру фарша температуру эмульсии если температура в районе 8 9 градусов лучше эмульсию поместить на несколько минут ну как не на не на несколько минут на 20 холодильник чтобы она подостыла если температура не поднялась и в районе пяти шести градусов можем продолжать дальше работать далее приготовленную эмульсию и вмешаем наши кубики наполнителя горчичку и кетчуп вмешивать надо хорошо чтобы равномерно распределить кубики по всему объему эмульсии и тут нам с ларисой ну вернее как нам с ларисой ларисе в голову пришла идея а ведь если мы сделали бы еще майонез то был бы готовый хот-дог смотрите по большому счету все это все эти как бы ингредиенты можно вносить отдельно в одни сосиски горчицу сардельки вернее в другие сардельки в майонез в третьей сардельки кетчуп но я люблю сардельки с майонезом о вернее с горчица из кетчупом поэтому мы решили сделать вот такие вот вообще веселенькие и счастливенькие сардельки после того как кубики наполнительно наполнителя равномерно распределили по всему фаршу контролируем температуру фарша опять-таки если она подходит критической то отправляем фарш морозилку если температура в пределах 7 8 градусов то можно перемещать его сразу шприц и приступать к набивке после того как переместили фарш шприц для набивки колбас можем приступать к набивке оболочку используем ссылочку я оставлю в описании на эту оболочку это съедобная оболочка для сардель и еще у нее большой плюс на мой она не требует предварительного замачивания начинаем набивать наши сардельки степень набивки не сильно туго набивайте потому что сейчас будем формировать сардельки сами и нам надо будет перевязывать оболочку поэтому тут на пожевывать так чтобы уж очень сильно особо не надо сейчас дорежем еще кусочек оболочки добьем остальные сардельки и будем перевязывать далее вооружаемся шпагатиком нарезаем его на нужного размера отрезки и формируем сардельки он таким вот образом с помощью перекручивания если кто умеет все это вязать одним шпагатом я так и не удосужился научиться вязать колбасные узлы уж простите меня за это но сардельки от этого менее вкусными не станут и вот смотрите еще момент когда мы набивали мы оставили хвостик потому что сейчас при перекручивании фарш будет все больше и больше сдвигаться в сторону этого хвостика то есть если его не на не наставить не оставить наступит момент когда фарш оттуда захочет выбраться получились у нас вот такие вот красотулечки друзья находим пузырьки воздуха которые наши красотулечки затесались и прокалываем их обычной булавкой если пузырьки конечно есть собственно говоря на вкус это никак не повлияет просто повлияет на внешний вид такая косметическая операция подтяжка можно сказать в это время пока занимаемся косметической операцией разогреваем духовку до температуры 50 градусов будем проводить первый этап тепловой обработки отепления при температуре 50 градусов отепляем наши сардельки в духовке в течение 30 минут включена конвекция далее следующий этап обжарка поднимаем температуру до 90 градусов конвекция включена время обжарки 20 минут концу обжарки готовим противень или любую другую емкость с кипятком которую нам надо будет поместить на дно духовки для следующего этапа паровой варки заключительный этап тепловой обработки паровая варка на дно духового шкафа помещаем емкость с кипятком в одну из сарделек помещаем щуп кулинарного термометра для контроля температуры температуру в духовке опускаем до 80 градусов по цельсию конвекцию выключаем и варим сардельки дотим до достижения внутри вот этой вот нашей контрольной сарделины температуры 69 градусов концу варки у нас должна быть готова ванночка с ледяной водой для быстрого охлаждения сарделек как обычно включаю секундомер и засекаю время сколько будет длиться у нас паровая варка но призываю всех на это время не полагаться а пользоваться кулинарным термометром 33 минуты длился процесс паровой варки видите как пар валит из духовки извлекаем сардельки и в ледяную ванну их минут на 20 после этого желательно оставить их отдохнуть хотя бы на сутки в холодильнике чтобы они набрались вкуса так сказать а завтра приготовим их и будем дегустировать на следующий день друзья хочу показать что у нас получилось наши сардель очки как и резать чик 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 о самый красивый срез нашел давайте сейчас как обычно крупный план покажу как это выглядит посмотрите какие веселые сардельки на разрезе единственное чего здесь не хватает это еще вкрапление из майонезика тоже такого же ну как сказать желеобразного это был бы вообще фантастиш готовый хот-дог ну что друзья и сейчас отварим одну сардельку попробуем на вид как видите все очень очень красиво наши сардельки готовятся как обычные магазинные сардельки но по вкусу они ни с чем не посмотрите с нее сок брызг она настолько сочная друзья это просто нечто вот эти вот желейные кубики они растворяются сейчас покажу крупный план и получается вот такая вот сочнейшая просто сочнейшая сарделька конечно не буду вас обманывать что я их еще не попробовал сегодня утром мы позавтракали этими сардельками друзья но они потрясающие во-первых они очень сочные с них просто сок течет во-вторых по вкусу это фантастика но во-первых сам антураж сардельки с кетчупом и с горчицей а второе вам не надо наливать на тарелочку горочку кетчупа горочку горчички вы просто разрезаете сардельку и там все есть то есть ну на самом деле конечно я не буду и готовить как повседневные сардельки но вот так вот приготовить ради прикола чтобы удивить гостей или просто удивиться самому это будет супер но реально они очень классные друзья и они мега сочные за счет того что при варке аспик растворяется а это так или иначе концентрированный бульон он как-то еще насыщает саму сардельку и когда разрезаешь с нее сок просто брызжет в общем получается очень вкусно мне нравится и с удовольствием мы с ларисой вам представляем этот рецептик не могу сказать что рецептище или цепь рецептик так побаловаться вот такими интересными сосисочками сардельками побаловать себя побаловать свою семью или гостей удивить будет прикольно друзья надеюсь что видео вам понравилось и было по полезным конечно же не забудьте поставить лайк нажать на колокольчик подписаться на канал а мы с ларисой готовим для вас новое видео ларис что там за камерой скажи готовим новое видео но конечно лариса подтверждает спасибо за внимание всего доброго пока